Нижегородская торпеда уже пять матчей подряд не радует болельщиков победами и вдвойне обидными стали поражения серии буллитов от Югры и Сибири на льду Нагорного. Всего три очка в домашней серии это совсем не тот результат, который мы ждем от автозаводцев. В последний день октября Петрискудра и КО начнут очередное выездное турне по маршруту Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Казань. И соперники в этом вояже как на подбор. СКА, Локомотив, Акбарс и только столичная Динамо, а именно с бело-голубыми мы встречаемся в начале этого похода, стоит немного особняком со своей седьмой строчкой западной конференции. Торпеда же пока располагается на пятом месте. Положение не очень уверенное. Тот же хоккейный клуб Сочи отстает всего на два очка, но при этом имеет игру в запасе. Московская Динамо даже в случае очной победы обойти торпеда не сможет, так что максимум из негативного, что нас ждет в ближайшее время, смена прописки на шестую строчку. Естественно, этого нам не хотелось бы, потому будем ждать только победы белосиних на льду ВТБ арены. Тем более, что у команды Владимира Воробьева сейчас спад. Москвичи одержали всего одну победу в пяти последних матчах. Но если вспомнить 4 сентября этого года, когда Динамо приезжала в Нижний Новгород, снова становится тревожно. На заре сезона бело-голубые были сильнее торпедовцев 4-2. Григорий Ожигин, Объективно, Спорт, ННТВ.